Самому большому Infiniti идет уже седьмой год, а мы до сих пор на нем не ездили. В очередном сравнительном тесте мы выставили против QX80 новый Cadillac Escalade. Насколько они разные внешне, настолько похожи технически. Рамные конструкции, бензиновые восьмерки мощностью 405-409 сил, гидромеханические автоматы и подключаемый полный привод. Разница в том, что у Infiniti есть понижающая передача, а у Cadillac нет. Когда-то Infiniti QX был по-кадилаковски неотесан и угловат, а этот будто обработан напильником. Волнистые линии снаружи, плавные изгибы внутри, взгляду не за что зацепиться, разве что за кнопки. Они тут большие и маленькие, треугольные и полукруглые. Салон аккуратен и просторен не только на втором ряду, но и на третьем. Однако кресло, включая водительское, скользкие и бесформенные, будто не автомобильные. Escalade удивляет еще до того, как ты передернул кочергу автомата в Drive. Богатая отделка, удобнейшее кресло с массажем. Сиденья второго ряда гостеприимнее, чем в Infiniti, но на галерке теснее. Центральная консоль сенсорная, с имитацией обратной связи. При нажатии глянцевая панель гуляет, а все потому, что за ней тайничок. И просто так конфету из него не стащишь. Приборы целое кино. Вроде бы совсем разобрался, можно ехать. Но нет, нужно еще освоить подрулевой рычажок. Передние дворники включаются поворотом колесика, омыватель – вращением части рычажка. Задний стеклоочиститель – это вот этот флажок, а его омыватель – вот эта кнопка. На разгоне Кадиллак сначала медлит, а после прыгает. Кажется, ты как Емеля помчал на печи. Infiniti реагирует на газ без заминок и при параллельном старте сразу вырывается вперед. Но оторваться от эскалайда ему не удается. Динамик у этих слоников, как у иных горячих хэтчбеков. Бензобаки 100-литровые, а потому расход топлива в 20 литров на сотню не очень-то и пугает. Отключаемые цилиндры Кадиллака при спокойной езде позволяют снизить его литров до 15. Я проверял. Привыкнув к огромным габаритам, Infiniti управляешь как легковушкой. Понятные тормоза, легкие, но дающие необходимую информацию руль. Кадиллаку обратной связи по рулю и педалям не хватает. Курс задаешь на глаз, а на замедлениях перестраховываешься. А ну-ка к эскалейд засунем свой квадратный нос куда не следует. Чтобы порезвиться, нужно поле. В автоматическом режиме полного привода Кадиллак, оснащенный задним самоблоком, избыточнее Infiniti, который скользит широко. А при желании на эскалейде можно и подрифтить. Но больше Кэдди удивляет на асфальте. Перестраивается тотчас и почти без кренов. Особенно в спортивном режиме амортизаторов, которого у смягченного в своих повадках Infiniti просто нет. Зато у Куихса лучше плавность хода. Он, как и эскалейд, подрагивает на мелочах, но крупные выбоины преодолевают поле у круга. Великолепная энергоемность. Глубоко в снег наши трехтонные малолитражки, обутые в обычные зимние шины, мы не загоняли. А в попытке забраться на песчаный холм, больше рвения проявил Кадиллак. Лишенный блокировки заднего дифференциала Infiniti, поприкусывал электроникой тормоза и сдался. А эскалейд безо всяких понижай крыл до последнего. Ему бы еще подстричь не из переднего бампера. В общем, если нужен просторный салон, энергоемко-комфортная подвеска и простая управляемость, это Infiniti QX80. А Кадиллак для тех, кто готов под него подстраиваться ради эмоций, кто хочет быть глубже погружен в процесс управления автомобилем. Иначе зачем здесь указано, скажем, напряжение аккумулятора или остаточный ресурс масла? Субтитры подогнал «Симон»!